Здравствуйте, я Сергей Алексашенко. Сегодня 5 июня и мы в очередной раз говорим на злобу дня. На этот раз я выбрал тему, про которую меня мучают в последнее время очень сильно. А именно, работают или не работают нефтяные санкции Запада в отношении российской экономики, в отношении российского бюджета, в отношении России. Вы слышите, вот уже даже здесь есть три термина. Россия, российский бюджет, российская экономика. Так получилось, что несколько российских экспертов практически одновременно стали говорить о том, что санкции Запада не работают. Вот посмотрите на данные Минфина. Нефтегазовые доходы российского бюджета в 2022 году выросли больше, чем на 20 процентов по сравнению с 2021 годом. А значит, Путин получил гораздо больше денег, чем раньше. И это значит, санкции работают в обратную сторону. Потом появилась замечательная работа Сергея Вакуленко, который поднял дискуссии относительно цены на нефть, по какой цене российская нефть продается. И где он стал исследовать данные индийской таможни и говорит, что по данным индийской таможни, индийская нефть на входе в Индию стоит дороже, чем та цена, которую объявляет Минфин. Что же происходит? Работают или не работают нефтяные санкции? И насколько сильно они работают? Значит, сразу скажу, да, что я считаю, что они работают. Я считаю, что они наносят российскому бюджету серьезный ущерб, так же, как и всей российской экономике. Но это не означает, что они останавливают работу российской экономики. Это не означает, что они останавливают работу мотора российской экономики, а именно добычи и экспорта нефти. 8 марта 2022 года Соединенные Штаты Америки ввели эмбарго на покупку российской нефти. Собственно говоря, это было первое решение, принятое странами Запада. Потом к этому решению присоединилась Канада. Потом летом в июне месяце об этом заявил Евросоюз и Великобритания. Но отложили вступление этой меры на 5 декабря прошлого года. С 5 февраля этого года введено импорт в Евросоюз российских нефтепродуктов. И одновременно установлен потолок цен. Ну вот хронология событий. Обратите внимание, что еще за 4 дня до того, как США ввели свои санкции, 4 марта прошлого года, 22 года, госсекретарь США Блинкен сделал очень четкое и внятное заявление. У нас нет задачи сократить и поступление российских энергоресурсов на мировой рынок. Потому что если мы это сделаем, то мы нанесем себе гораздо более сильный удар, чем нанесем по российской экономике. И это очень важное замечание. Это главный принцип западных санкций в отношении российской нефти. Если взять всю нефть, которая добывается в мире и вычесть из нее ту нефть, которую страны, добывающие нефть, потребляют у себя внутри страны. Ну, Россия потребляет примерно четверть добываемой нефти. США потребляет, ну, если там убрать экспорт нефтепродуктов и импорт нефти, то сколько добывает, столько и потребляет. Так вот, если взять то, что страны продают на внешний рынок, доля России, суммарно нефти и нефтепродукты, составляет 17% от общей торговли нефтью на международном рынке. Это больше, чем Саудовская Аравия. То есть Россия является крупнейшим поставщиком нефти и нефтепродуктов на мировой рынок. И вот если действительно предположить, что кто-то думал, что Запад ограничивает поступление российской нефти на мировой рынок, то это привело бы к огромному скачку цен. Соответственно, Запад никоим образом не хотел тормозить свою экономику и не хотел бить по себе сильнее, чем по экономике Путина. Поэтому ни о каком снижении экспорта российской нефти речи быть не могло. Прежде чем перейти к более детальному анализу, я хочу для начала показать вам самый общий. Вот здесь вы видите динамику цены нефти Brent. Синие мелкие точки, которые практически не видно. Это ежедневные данные, красные, сглаженные 30-дневные средние. Хочу обратить внимание, что с 20 февраля 2021 года по 20 февраля 2022 года, то есть вот за предшествующий начало российского вторжения год, цена нефти выросла с 66 до 95 долларов за баррель. То есть практически в полтора раза. И собственно говоря, этот скачок цен, который связан с выходом мировой экономики из ковида, привел к тому, что цены на бензин и в Европе, и в Америке выросли. Да, конечно, потом цена на нефть на короткий промежуток времени после российского вторжения выросла на выше 100 долларов, приблизительно к 120 долларов, но потом опять снизилась. То есть сразу отвечаю на вопрос, который ко мне приходит очень часто. Цена на бензин, на дизель в Европе и в Америке выросла не из-за войны в Украине. Она выросла как реакция на выход экономики из ковида. То, что это совпало с российским вторжением, не означает, что между этими событиями есть причинно-следственная связь. Теперь проходим дальше. Есть такая известная группа Ермака Макфола, которая занимается анализом введенных западом санкций, разработкой предложений по новым санкциям. И внутри этой группы есть большое количество экспертов, которые хорошо разбираются и в том числе в нефтяной промышленности, в мировой нефтяной торговле, которые в состоянии собрать большую базу данных. И в конце апреля этого года несколько участников этой группы опубликовали большую работу по анализу нефтяных санкций. Они собрали самый главный вклад, они собрали базу данных по экспорту российской нефти. То есть практически по каждой поставке, по каждой партии нефти, которая пересекала российскую таможню, они получили информацию. Сколько нефти, куда отправляется, по какой цене. Собственно говоря, меня познакомили с этой базой данных. Я считаю, что она абсолютно достоверная, совпадает с данными центрального банка за 2021 год и за начало 2022 года по объемам экспорта нефти, по ценам нефти, по направлениям. Ну, то есть, в общем, короче, я считаю, что и базе данных можно доверять. И, соответственно, те графики, которые я сейчас вам буду показывать, они построены с использованием базы данных авторов, которые собрали автора этой работы. За что я им очень признателен. Ссылка на работу будет в описании к этому видео. Поэтому все, кто захотят, могут прочитать работу на английском языке. Но, как говорится, Google Translate или DPL вам в помощь. Работа интересная. То есть для тех, кто хочет серьезно мне разобраться в этой теме, пожалуйста, читайте дальше больше, чем я расскажу. Движемся дальше. Итак, есть такое понятие «нефтегазовые доходы российского бюджета». И смотрим, как они складываются в российского бюджета в 2021, 2022 и начале 2023 года. Вот, соответственно, на этом графике вы видите. Красная, темно-красная линия, столбики – это то, что бюджет получает от добычи и экспорта нефти. Темно-синие столбики – это то, что бюджет получает от добычи и экспорта газа. И голубые столбики, не забудьте, пожалуйста, это тот специальный налог, 1 триллион 200 миллиардов, 250, по-моему, даже миллиардов рублей, который в прошлом году на «Газпром» был возложен в чрезвычайном. То есть они тоже пришли в деньги, но этот налог действовал ровно три месяца. Соответственно, вот он показал такую вспышку. И зеленая линия, очень важная линия для понимания того, как устроены доходы российского бюджета – это рублевая цена нефти, экспортной нефти. То есть это та цена нефти, которую объявляет Минфин ежемесячно и умножается на курс доллара. Соответственно, вот вы получаете такой график. И вы видите, что на самом деле на протяжении всего этого периода очень хорошая зависимость между динамикой рублевой цены на нефть и теми доходами, которые получает российский бюджет. Есть колебания, связанные с сезонностью, есть колебания, связанные с разным количеством рабочих дней или календарных дней в месяц и так далее. Но, тем не менее, зависимость очень хорошо прослеживается. Смотрим следующий график. Экспорт из России нефти и нефтепродуктов. Темно-серые столбики – это экспорт нефти и с пупырышками нефтепродукты. Коричневая линия – это сумма экспорта нефти и нефтепродуктов, сглаженная за три месяца. И, соответственно, красная вертикальная линия – это дата вторжения российских войск в Украину. И зеленые вертикальные пунктирные линии – это поведение потолка цен. Опять хорошо видно, что каждый месяц есть колебания, что независимо от того, в какое время что происходит, ровно по линеечке так не бывает. И мы видим, наверное, можно говорить о том, что в первые три месяца после вторжения, соответственно, март-апрель-май было некоторое снижение экспорта российской нефти и нефтепродуктов. Потом экспорт восстановился. И после введения потолка цен снова некоторое снижение экспорта нефти и нефтепродуктов. Насколько оно значимое, можно спорить. Кто-то может сказать, что это серьезно, что это больше, чем на 10%. Кто-то может сказать, что это связано с сезонностью. Не знаю. У нас пока база данных заканчивается мартом месяцем, то есть первым кварталом текущего года. Что будет дальше, что было дальше, мы пока не знаем. И сказать, продолжится это падение или снова начнется рост, я пока не могу. Но, тем не менее, общий вывод, который я делаю – это то, что на протяжении 2022 года и в начале 2023 года колебания или изменения общего объема экспорта российской нефти и нефтепродуктов по сравнению с 2021 годом или даже по сравнению с 2020 годом был незначительным. Ну, то есть примерно на том же самом уровне. Идем дальше. Есть объем. Теперь смотрим, что происходило с ценой. Вот этот график, очередной график. Вы смотрите и вы видите черное – это базовая цена нефти Brent. Ну, то есть европейская нефть Brent, к которой долгое время российская цена нефти была привязана. И опять вы видите, что практически до начала вторжения российских войск в Украину, разница между ценой, которую объявлял Минфин, и ценой нефти Brent, она не очень велика. Ну, то есть практически шли параллельно и разница, не знаю, 2-3 процента. Иногда российское нефть стоило дороже, но, как правило, стоило чуть-чуть дешевле. Сразу же после вторжения российских войск, начиная с марта и апреля месяца, мы видим расхождение. Цена Минфина пошла резко вниз, а цена нефти Brent стала, что называется, существенно выше. И вот образовалась эта разница в ценах. То есть еще до введения потолка цен, просто сам разговор о том, что импорт российской нефти будет ограничиваться странами Запада привел к тому, что цена Минфина пошла вниз. Она оторвалась от цены нефти Brent. Но самое интересное, что от цены нефти Brent оторвалась и цена нефти, которая уходила в Китай. Обратите внимание, что она идет ближе к той цене, которая идет у Минфина. Хотя понятно, что в Китай в основном нефть идет по нефтепроводу, там есть долгосрочные контракты. Но мы видим, что эти контракты оторвались от цены нефти Brent и, в общем, не сильно отличаются от цены Минфина. И, соответственно, жирные зеленые линии вы видите 3 на 1, 20, 21, 22 и начало 23 года. Это среднегодовая цена на нефть. Соответственно, в 2021 году средняя цена на нефть, по данным Минфина, была 69 долларов за баррель. В 2022-м 76 долларов за баррель. Соответственно, рост цены на нефть 10 процентов. Вот вам, пожалуйста, объяснение. Курс доллара, среднегодовой курс доллара не сильно отличался. Соответственно, вот уже вам за счет того, что цена на нефть была на 10 процентов выше, соответственно, мы хорошо понимаем, что нефтегазовые доходы должны были увеличиться примерно на такую же сумму, ну, в такой же пропорции дохода российского бюджета. Ну, и, соответственно, если вы добавляете еще доходы от неочередного налога на Газпром, то вот, в общем, вся разница и объясняется. Ничего другого, никаких других секретов там не было. Но это еще не все. На этом графике я показываю, каким образом цена Минфина, которую объявляет Минфин для исчисления налогов на нефть, связана с ценой нефти Brent и как она совпадает или не совпадает с теми данными, которые получаются при анализе данных на российской таможне. И мы видим опять, что существенной разницы между той ценой, которую объявлял Минфин, и той ценой, которая получалась в российской таможне, или ценой нефти Brent, не было. Начиная с даты вторжения резко цена Минфина упала к процентам отношения к нефти Brent, упала там на 20, на 25 и даже на 40 процентов в последнее время. И самое интересное, что стала цена Минфина намного ниже, чем цена, которая фиксируется на российской таможне. То есть Минфин стал настолько неадекватно оценивать цены, что даже реальные данные российской таможни оказались существенно выше. Вот. Соответственно, что мы имеем? Мы имеем объемы экспорта нефти и нефтепродуктов, мы имеем цену нефти, которую объявлял Минфин, и на базе которых исчислялись пошлины и налог на добычу полезных ископаемых. И мы имеем разницу между ценой нефти Brent и ценой Минфина. Дальше мы просто берем и умножаем одно на другое. В результате у меня получается, что за 12 месяцев, начиная с апреля 2022 года, сразу объясню, почему с апреля, у Минфина уплата налогов идет по цене прошлого года, и у нефтяных компаний, как правило, практически всегда экспортные контракты заключаются через месяц вперед. То есть к концу мая месяца заключаются контракты уже на июль, на весь июнь они заключены в апреле. Соответственно, когда мы берем разницу между ценой нефти Brent и ценой Минфина, умножаем на объемы экспорта нефти и нефтепродуктов, то получается, что Минфин недооценил доходы российской нефтяной промышленности примерно на 95 миллиардов долларов за 12 месяцев. 60-65 процентов от этой суммы достается Минфину в виде налогов. Соответственно, Минфин недополучил от того, что цены на нефть упали, и Минфин их так оценил, примерно 60-65 миллиардов долларов. Соответственно, вот прямой эффект нефтяных санкций. То есть бюджет, если бы снижение цен на нефть не было, если бы цена нефти на российской нефти колебалась, изменялась в соответствии с изменением цены нефти Brent, то у российского бюджета денег было бы гораздо больше. Собственно говоря, вот это и есть тот эффект, который получен от введения санкций. И он пока будет продолжаться. Для тех, кого интересует тема более глубоко, в работе, по которой я называл, да, Киевской школы экономики, там показаны цены по различным направлениям и цены поставки нефти в Китай выше потолка установленного. Опять я считаю, что это связано с тем, что долгосрочные контракты привязаны, там, идущие по трубе и там другая система ценообразования, все контракты, которые проходят через российскую таможню, они ниже потолка цен установленного Евросоюзом, установленными странами Запада. Последнее, о чем хочу сказать. Не нужно пытаться, как говорится, поссорить меня и Сергея Вакуленко, который говорит, что вот есть данные индийской таможни. Смотрите, ситуация же очень простая. Есть товар, нефть, который имеет мировую цену. И все знают примерно, сколько она стоит каждый день, каждую минуту, каждую секунду. И по каким-то причинам российские компании продают нефть ниже этой цены. Представьте, что вы нефтеперерабатывающий завод. И вы показываете цену нефти на входе и цену нефтепродуктов на выходе. Разница, это та прибыль, с которой вы уплачиваете налоги и так далее. И когда вы понимаете, что по какому-то случаю вам досталась нефть более дешевая, то что вы делаете? Если вы очень честный налогоплательщик, то вы показываете, что вы купили нефть существенно дешевле и показываете еще большую прибыль. С этой прибыли платите налог. Но если вы немножечко более хитрый, то вы договариваетесь каким-то образом. И в результате пока, как и за время пути, собачка могла подрасти, вы покупаете нефть по данным российской таможни условно за 57 долларов, а на входе индийской таможни вы показываете нефть, которая соответствует цене нефтебренд, которая стоит 83 доллара. Сергей Абакуленко утверждает, что эта разница достается российским компаниям, нефтяным компаниям. Не знаю, может быть. Ну, поскольку это гипотеза, то она имеет безусловно право на существование. Но никакого доказательства для нее не существует. Никакой базы данных, никакой информации, никаких источников, ни о чем. Может такое быть? Да, может. Но с другой стороны, а почему вы считаете, что вся эта разница между условными 57 долларами, которые показаны в документах на российской таможне, и 83 доллара, которые показаны на индийской таможне, минус транспорт, минус страхование. Почему все дело должно достаться российским компаниям? А почему индийские компании не могут получить какую-то долю и на свои офшоры, то же самое, закачать эти деньги? Могут, может быть такая гипотеза? Могут. Могут российские, индийские нефтяные компании договориться между собой о том, что они поделят в какой-то пропорции? Да, могут. Поэтому здесь есть широкий простор для фантазии, можно говорить о чем угодно. Я не сомневаюсь в том, что если Россию, российские нефтяные компании продают нефть существенно ниже цену мирового рынка, то кто-то на этом, кто-то получает эту разницу. То есть, денежные, это, как знаете, закон природы, ничто, материя никуда не исчезает и не появляется. Если есть цена, нефть, которая стоит 85 долларов за баррель, то, соответственно, кто-то получает эти 85 долларов, и они между кем-то делятся. Но я хочу подчеркнуть, моя позиция состоит в следующем. Задача Запада была не в том, чтобы сократить поставки российской нефти на мировой рынок. И задача западных санкций состояла не в том, чтобы сократить доходы условной Роснефти со всеми ее офшорами, корпоративными офшорами, принадлежащими Сечину, менеджеру Сечину, трейдерам Сечина, неважно. Задача санкций стран Запада состояла в том, чтобы сократить доходы российского бюджета. Вот эту цель санкции достигли. За 12 месяцев доходы российского бюджета от санкций были снижены на 60 миллиардов долларов. Собственно говоря, делить на 12 получается 5 миллиардов долларов в месяц в среднем. Вот это и есть цена санкций. Это то, сколько российский бюджет недополучил. Кому-то эта цифра покажется большой, кому-то эта цифра покажется маленькой, но это вот мой анализ показывает такое. Поэтому говорить о том, что западные санкции не работают, что западные санкции привели к тому, что Путин стал получать больше денег, ну извините меня, конечно, это просто неадекватный анализ ситуации. Собственно говоря, на этом я заканчиваю. Пишите ваши вопросы, читайте работу Киевской школы экономики, если вас интересует более глубокая информация. Не обвиняйте меня в том, что где-то взял такие данные. Тут я в прошлый раз поговорил о темпах роста, дал ссылку на Мэдисон Проджект, а мне начинают писать вопросы. А где там взял эти данные? А почему там есть СССР и Россия одновременно, ребят? Я же так сказал, вот есть ссылка, вот есть материалы, все вопросы по базе данных туда, к авторам базы данных. В данном случае это Киевская школа экономики и группа Ермака Макфола. Всего вам хорошего. До свидания.